здравствуйте виноградари с вами снова Юрий Егорутин сегодня я хочу высадить небольшую школку саженцев винограда на самом деле мне нужно 2-3 саженца но высадил немножко больше наверное около 20-25 черенков посадил вот таким образом необычно в чем необычность черенки я подготовил обычным способом тем же как готовлю для проращивания в помещении черенки вымочены дополнительно в водном растворе корневина полграмма на 1 литр воды около 6 часов на самом деле так высаживать не стоит и вот если мы посмотрим на черенок то смотрите нижний узел конечно подготовлен подрезан вымочен корневине но эти черенки в кельчеваторе не были то есть на нижнем срезе калуса нет а вот верхний глазок он пойдет в рост очень быстро и обычно вот таким образом не высаживают то есть если высаживают вот такие черенки сразу в школку то вот этот глазок верхний должен быть на уровне почвы и мы его засыпаем вот таким летним холмиком но слишком глубоко я высаживать не хочу затем тяжело выкапывать эти саженцы я решил посадить вот таким образом верхний срез верхний глазок запарафинирован но надеюсь что мои черенки не подсохнут в этом случае может случиться такое что глазки пойдут в рост корней там нет и просто побеги вытянут все питание всю воду из черенка и в конце концов этот черенок погибнет поэтому когда высаживают вот таким образом то есть видите высоко то там на нижнем срезе уже есть калус то есть дистанция между распусканием верхнего глазка и укоренением очень сильно сокращена то есть если черенки прокельчеванные а именно вот таким образом кто занимается саженцами они так и высаживают сначала эти черенки находятся в кельчеваторе а затем когда на нижнем срезе есть калус вот таким образом просто втыкают почву но как я говорил у меня всего лишь тут два десятка черенков но так как мне нужно всего лишь три саженца а я высадил почти два десятка то надеюсь что все получится и в этом случае единственное вот это все ограждение сделал с такой целью чтобы удобно было поливать итак сегодня 31 июля и давайте рассмотрим вот эту школку винограда я думаю вы разберетесь смотрите вот там на дальнем плане у меня сеянцы растут а вот на ближнем более светлые такие листочки это и есть вот это моя школка которую я высаживал первой части этого ролика но для начала вот сразу бросается в глаза что вот с правой стороны саженцы получше а вот в левом углу похуже но во первых здесь у меня два сорта в данном случае с правой стороны резомат вот здесь подарок не святая а второй момент вот как я высаживал черенки вот выбрал самый хороший черенок с моей точки зрения и посадил и вот так так все и получилось чем лучше черенок был чем там был больший запас питания тем в результате у нас получился и лучший саженец ну вот последнее самое худшее здесь были черенки где-то 67 миллиметров в диаметре ну а здесь где-то 8 10 может быть даже где-то там 12 диаметры где-то в нижней части зеленого прироста лучших там наверное 45 миллиметров где-то 34 миллиметра ну вот такое состояние из всех черенков которые я здесь высадил погибли три штуки вот как раз произошло то о чем я говорил сначала пошла почка вышел побег и скорее всего за счет того что вот питание в черенке было не очень много побег вытягивает из черенка все питание а укорениться уже не успевает нет для этого питания потому что у винограда всегда идет в рост сначала побег идет в рост почка а только затем где-то через две а то или через три недели происходит укоренение поэтому вот такой способ хотя он у меня и сработал и довольно неплохо сработал все-таки я не рекомендую потому что если будут например черенки плохого качества это первый момент второй момент если будут какие-то сорта которые сами по себе плохо укореняются то есть у них вот эта дистанция между ростом побега из почки и укоренением еще больше то такие черенки будут укореняться вот по такому способу очень плохо еще я думаю хорошо сработало то что вот эти черенки верхняя часть была запарафинирована то есть черенки не теряли много влаги ведь смотрите в первое время это где-то две-три недели у черенков нет корней какая-то часть воды конечно попадает через поверхность самого черенка внутрь но основное это вот то что было в самом черенке и поэтому было необходимо запарафинировать верхнюю часть черенка именно поэтому если высаживать черенки вот так без подготовки то есть что значит без подготовки без кельчевания это мы берем черенки например связываем пучок пятки черенков там где будут образовываться корни помещаем теплую влажную среду верхние глазки из которых будут идти в рост вот эти побеги мы помещаем в холодное место и в результате получается что почки у нас в рост не идут в течение двух недель происходит кельчевание черенков то есть у нас на нижнем срезе образуется калус а возможно даже и первые корешки и вот тогда вот таким способом без летнего холмика над верхней почкой можно смело высаживать потому что в таком случае у нас одновременно идут в рост корни и идет в рост побег если же черенки предварительно не кельчевались то они могут просто погибнуть и кстати у меня вот в этом случае здесь вот видите сделал такой небольшой барьерчик я и сказал что сделал для того чтобы хорошо поливать есть у меня еще одна небольшая школка там вот такого барьерчика не было поливать было ну обильно поливать было неудобно и там где-то из 20 черенков в рост пошло принялись получилось саженцев где-то 10 штук то есть всего лишь 50 процентов поэтому я и говорю что вот такой способ все-таки применять не нужно ну и напомню почему я именно так посадил нужно мне всего лишь три саженца вы понимаете три саженца я высадил почти 30 черенков поэтому я был уверен что даже если этот способ плохо сработает то три саженца я должен получить ну в результате получилось даже неплохо и вот такая мелкая посадка была сделана только с одной целью чтобы затем легче было выкапывать эти саженцы осенью а нужно по хорошему вот такие черенки как я показывал в этом ролике было посадить глубоко либо положить их вот так под наклоном верхний глазок вот из которого пошел вот этот зеленый побег нужно было присыпать холмиком земли 5-8 сантиметров высоты и вот этот холмик земли он задерживает распускание верхней почки мы даже не убираем этот холмик до тех пор пока зеленый побег не выйдет из него а затем постепенно расчищаем и так посадка наших черенков завершена но вы наверное видели что многие виноградари устанавливают свои черенки в школку таким образом что они на 10-15 сантиметров торчат над поверхностью почвы и я для примера показываю как это может выглядеть то есть верхний глазок находится от уровня почвы приблизительно 10 а то может быть даже 15 сантиметров почему же эти виноградари так делают и почему нам так делать нельзя как правило у этих виноградарей все черенки прокельчеванные то есть они на нижнем узле уже имеют калус и зачатки корешков а так как наш способ посадки не рассчитан что черенки будут кольчеваться то нужно каким-то способом защитить почку верхнего глазка от преждевременного роста и самое главное еще и от высыхания и поэтому верхний глазок мы располагаем по возможности поближе к уровню почвы и сейчас я покажу как будет выглядеть школка после того как мы засыпем нашу верхнюю почку верхний глазок холмиком он так и называется летний холмик этот летний холмик немного притормозит рост почек и защитит почки от высыхания кроме того этот летний холмик защитит первое время верхнюю почку от утренних заморозков в моем случае результат довольно неплохой хотя черенки и не проходили кельчевание и на это повлияло следующее первое хотя и не было летнего холмика который бы защищал эти черенки от высыхания и от быстрого распускания верхнего глазка но я это компенсировал парафинированием верхней части черенка а также практически ежедневным поливом то есть мои черенки не успели высохнуть кроме того сами черенки были хорошего качества и хранились нормальных условиях пятка черенков при таком способе посадки находилась не слишком глубоко а поэтому хорошо прогревалась и укоренение прошло быстро но в любом случае вот такой способ посадки если кто-то будет применять все таки стоит применять с осторожностью а с вами был юрий егрутин до скорой встречи до свидания пока